За последнюю неделю ко мне обратилось уже три человека с просьбой проконсультировать или научить, как попасть на телевидение. Вопрос, конечно, интересный, и первая мысль, которая мне пришла в голову для того, чтобы попасть на телевидение, нужно иметь пилот, нужно иметь концепцию программы и нужно себя, в общем-то, проявить в качестве ведущего. Без этих вещей никто на любом телеканале, любые продюсеры, программные и просто руководители не будут даже рассматривать саму возможность попадания на телевидение. И тут возникает прямой путь к тому, чтобы создать себе видеоблог на YouTube, отзеркалить его на каких-то русских видеохостингах, типа Mail.ru, RuTube, и попробовать стать видеоблогером. Очень многие видеоблогеры, кстати, достаточно успешно занимаются только этим видом деятельности. Они производят ролики, некоторые буквально каждый день, некоторые минимум 2-3 раза в неделю. И это приносит им определенный доход соизмеримый, ну, с хорошей российской зарплатой. То есть там есть люди, зарабатывающие и 40 тысяч рублей, и 60 тысяч рублей, и есть люди, которые зарабатывают и 150 единицы, но они тоже есть, которые зарабатывают по, там, до миллиона, может быть, чуть больше. Это, конечно, связано с рекламной кампанией, потому что такие видеоблоги становятся средством массовой информации. И фактически речь идет о том, что вы можете на своем канале в YouTube сделать свой телеканал. И если у вас сложатся звезды, и вы будете хорошим ведущим, у вас будет хороший речевой аппарат, вы будете четко, понятно, доходчиво говорить, и за вами захочется просто наблюдать, следить за вашим лицом, там, за вашим говорением. Плюс к этому темы ваших блогов будут интересны, познавательны, поучительны, может быть, веселые, постановочные, может быть, юмористические, может быть, песенные, может, вы занимаетесь гримом, визажем, какими-то женскими вещами. Очень много девочек ведут блоги бьюти, да, там, как жить на белом свете, как кадрить мальчиков или как их отшивать, там, ну, и так далее, и так далее. То есть жизнь во всех ее проявлениях, но нужно определиться с темой, нужно набросать себе план роликов, которые вы будете записывать, и, собственно говоря, за 3-4 месяца уже будет понятен результат, получится ли у вас блогер, соответственно, телеведущий, соответственно, сможете ли вы потом при желании попасть на телевидение. Иногда, возможно, ситуация, что вы и не захотите идти дальше, вам и этого будет более чем достаточно. В связи со всем, вышесказанным, возникла идея, ну, во-первых, собрать группу в городе Симферополе среди всех желающих, которые хотят заняться этим делом. Мы сейчас прорабатываем дату такого тренинга 6-часового, на котором мы с вами посмотрим и на железо, посмотрим на монтажи, но, конечно же, больше всего мы с вами займемся расстановками, займемся вашим мышлением, вашим жизненным опытом и вашей тематикой. То есть, кроме того, что мы с вами запишем первые стартовые блоги на ваших каналах на YouTube, мы с вами еще и построим стратегию вашего телевизионного интернет-продукта. И параллельно, я думаю, стоит производить небольшие коротенькие ролики и о технической стороне дела. Какие камеры, какие фотоаппараты, как писать звук там и так далее, и так далее. И гуманитарные аспекты вопроса, кто вы, что вы за спикер, что вы несете, есть ли вам что миру сказать, и каким образом вы можете построить маркетинговую стратегию вашего канала на YouTube. Вот такая вот идея, мы ее сейчас прорабатываем, рассматриваем. Прошу отреагировать, насколько это интересно. Очень многие подписчики моего канала, они тоже блогеры, тоже ютуберы, они тоже что-то делают. У каждого может быть мнение на этот счет. Однако, я буду вести линию, гнуть свою линию, связанную, конечно же, с социально значимыми темами. Связанные с подрастающим поколением, с влиянием на него, с производством трудного контента, в частности, игрового, художественного, постановочного, мультипликация и так далее, и так далее. То есть, тот контент, который отсутствует в природе, а он нужен, да, и который нужно производить. Соответственно, блогеры, вторая ступень будет не просто камера включил, камера мотор и начал говорить там по бумажке, по плану, либо что придет в голову, но еще и будет осознанная стратегическая политика, связанная с тем, какого контента у нас в стране не хватает. Как-то так. Ждите наших роликов, ждите объявления о оффлайн-встречах с людьми, которые захотят заняться этим делом вживую. На самом деле, это самый короткий и самый эффективный путь. Вы сами себя увидите в деле, у вас появится возможность роста, вы сможете доносить ваши идеи или ваш опыт до большого количества зрителей. И при этом, если все хорошо сложится и вы монетизируете свой канал, у вас появится возможность даже что-то на этом зарабатывать. Вот такая вот идея, такое вот объявление. Спасибо за внимание.